МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Косметика вместо красок. Британский дизайнер придумал, как отходы магазинов превратить в пигменты для живописи. Любая косметика может стать частью предмета искусства. И речь не о том, что называют контемпорари-арты, выставляют в европейских музеях. Круговая экономика. Как создать ее, знает выпускница университета из британского графства Аминах Бегум. Для этого она создала кос, краски, в основе которых тени для век. Британка Аминах забирает из магазинов косметику, которая подлежит уничтожению. Если упаковка или сам продукт повреждены, их утилизирует. В месяц в одном только бьюти-шопе близ ее дома набирается целый контейнер, такого не ликвида. Надо смешать эти измельченные тени для глаз с каменью и оксидом галлия. Добавить дистиллированную воду, получится отличная акварельная краска. С помощью своей живописной разработки Аминах хочет, как она сама это описывает, преодолеть разрыв между отходами и искусством с помощью принципов циркулярной экономики. То есть превращать отходы в полезные вещи. К слову, краски, что производит девушка, понравились другим ее коллегам-дизайнерам. Они обладают приятным нежным мерцанием, которого нет у обычных красок. Аминах Бегум собирается наладить контакты с большим количеством продавцов косметики, чтобы получить больше сырья и развивать свою технологию. Благодаря которой бьюти-шопы, во-первых, получат больше прибыли, во-вторых, смогут соответствовать принципам экологичности и целям устойчивого развития. Разработчики инновационного Евразийского университета в Павлодаре создали собственный ЦОН. Но хорошо не совсем, называется он по-другому. Центр документа оборота и обслуживания студентов Комкор. Хотя функции исполняет те же. Самым популярным сервисом нового центра стало получение электронного пропуска в ВУЗ. Воспользовалось уже более сотни человек. Пока на портале ЦДОС Комкор доступны только некоторые опции из планируемых 40. Это получение различных справок, восстановление по учебе, талоны на пересдачу и прочие сервисы, которые студенты смогут получить, не выходя из дома. Сервис придуман для удобства студентов и для разрешения бюрократических вопросов в ВУЗе. Центр документа оборота и обслуживания студентов похож на ЦОН. В нем собраны услуги для студентов, чтобы облегчить им условия обучения, не выходя из дома, получить нужные справки, например, транскрипт, электронный пропуск заказать. Для прочих нужд студентов и преподавателей в ВУЗе уже не первый год действует личный кабинет на интернет-портале университета. Каждый пользователь в нем регистрируется по личному номеру. Студент получает его при зачислении в ВУЗ, преподаватель при зачислении в штат. Для сотрудников и студентов ВУЗа на портале действуют разные опции. Преподаватель, к примеру, может составить учебные планы, вести архивы, читать оповещения в ленте новостей. При этом личный кабинет – почти социальная сеть. Здесь можно вести переписку и публиковать свои объявления. Для студентов тоже есть множество функций. Студентов от ПАЛО необходимо стоять в очередях в деканатах, на кафедрах. Сейчас они могут получить все услуги онлайн, справки, документы. Могут посмотреть свою успеваемость через личный кабинет. Могут проконсультироваться у виртуального консультанта библиотечного, заказать литературу. Могут почитать лекции, посмотреть слайды, видеолекции, также подобрать себе литературу, посмотреть расписание. На портале доступна вкладка «Библиография». Она дает возможность отправить сообщения электронному библиотекарю и затем скачать одну из 54 тысяч книг. При этом порталы ВУЗа и Центр Комкор официальные сервисы. Одна неверная цифра и диплом в печать отправится с ошибкой. Поэтому при работе с ними пользователи просят быть внимательными. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Мы расскажем о вас в эфире. Смотрите «Хайтек по будням» на телеканале Хабар 24. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин